Добрый вечер, уважаемые товарищи. Начинаем плановое очередное занятие Университета Рабочих корреспондентов. Сегодня тема занятия «Всемирно-историческое значение Великой Октябрьской социалистической церкви» Ведущий Тулькин Виктор Аркадьевич, первый секретарь, иркосьба соблюдать известную дисциплину, свойственную занятие. Пожалуйста, Виктор Аркадьевич. Так, всем добрый день. Сейчас я справлюсь с техникой, если получится. Значит, каждый из нас много, наверное, раз за всю свою жизнь, ну, за некоторым исключением, участвовал в различных, все-таки, собраниях, кто-то круглых столах, конференциях, которые посвящены Великой Октябрьской социалистической революции. Особенно, когда юбилеи были, да, так сказать, прочее. Поэтому, с одной стороны, это вроде как мероприятие такое, ну, ставшее типовым, для некоторых даже привычным, а с другой стороны, неисчерпаемая тема сама по себе. Значит, конечно, годовщина революции для нас с вами праздник. Несмотря на то, что постарались власти ее из календаря вычеркнуть, так, сегодня это не выходной день. И в календаре, или в законе о памятных датах он отмечен лишь как очередная годовщина того самого великого парада на Красной площади в 41-м году в честь годовщины Октября, с которой войска пошли прямо, так сказать, на фронт. То есть упоминания Великой Октябрьской революции только в таком контексте там есть. Я как-то спрашивал Валентина Ивановича Вареникова, говорю, слушай, вот если бы те ребята, которые на параде-то были, вот посмотрели бы, как сегодня эту дату в календаре обозначили, что бы сделали? Ну, да что сделать? Что, шлепнули бы гадов и все, больше будет. Ну, примерно так. Ну, это, так сказать, эмоции, а мы пока к дате. То есть это все-таки для нас с вами это праздник, да? А в праздник вводятся, говорят, хорошие слова, значит, как на дне рождения у человека. Отмечают заслуги, пройденный путь, величие, так сказать, и прочее, прочее. И, в общем, мы с вами тоже, наверное, очень часто это делаем. И это вообще полезно, значит, поговорить об этом деле. Здесь трудно переборщить. Здесь, как бы сказать, вот весь объем вмещается в слово великая, так сказать, революция. И даже Владимир Ильич, он уже в девятнадцатом году, то есть всего-то с революцией прошло там полтора года, но при этом уже писал, говорил, что наша революция для нашего класса, которого мы с вами служим для политариата и для пролитарского государства, сделала несравненно больше, чем все великие французские революции вместе взятые. То есть, если мы с вами посвятим время, вспоминая обо вспоминаниям и констатации заслуг октября, в широком смысле слова, как говорил Владимир Ильич, то есть в смысле влияния на жизнь нашего народа, на становление советского государства, на достижение нашей науки, техники, значит, уровня жизни, нашего влияния на всю мировую общественность и на ход всей мировой истории, это все будет правильно и здесь мы с вами, как я уже сказал, вряд ли переборщим, более того, это делают все и, в общем-то, многие делают даже не хуже, а может быть где-то даже лучше нас. Тут же Геннадий Андреевич Жиганов, так, это самое. Обычно он уходит на рельсы, мы, партия, Королева, Гагарина, Жукова, Ленина, Сталина, там, и еще кого-нибудь вспомнит из «Великих предков» и прочее, прочее. Это все правильно. И мы бы с вами, наверное, тоже правильно бы сделали, если бы пошли бы по такому пути, но только с одним ноги. Мы все-таки находимся с вами в системе герметики. Поэтому, наверное, вот эти все хорошие слова и правильные мы отнесем на самостоятельное изучение, благо литературы по этому поводу достаточно написано. Начиная с программы, значит, Российской мистической рабочей партии, кончая всякими учебниками, так. В том числе я горячо рекомендую, значит, книгу Сопрыкина Владимира Александровича, значит, анкотикоммунизм, оппортунизм, контрреволюция. Она гораздо глубже, чем просто, значит, констатация заслуг Великого Октября, советской власти, там, большевиков и прочее, прочее. Она выходит на тему, значит, чин победы контрреволюции, анализы сегодняшнего положения и прочее, прочее. Поэтому я просто рекомендую. Оно есть в нашей библиотеке, и даже можно еще приобрести в системе партийной торговли и так далее. То есть заслуги Октября и высказывания великих людей на эту тему, так, это известное, так сказать, направление. Я только одно, наверное, еще упомяну, что даже Троцкий в одном из своих статей, посвященной годовщине, дай Бог память, то ли 15-й, то ли 20-й Великого Октября, писал, что даже если революция социалистическая и Советский Союз потерпят поражение, то все равно те достижения, которые Советский Союз достиг, значит, и вместе с рабочим классом в Советский, они доказывают всему миру, что иного пути, кроме как социалистической и революции, строительства социализма нет. Это при всем при том, что, значит, Троцкий во многом уже был не согласен, так сказать, ну, помните, всю эту историю тоже будучи высвана из Советской страны, так сказать, высказывался. Значит, поскольку все-таки в университете мы находимся, и, как я уже сказал, вот тот подход, который мы оставили на самоизучение и на, значит, жанр торжественных собраний и прочее-прочее, встает вопрос, чего, так сказать, лектор предлагает или чем мы сегодня должны бы заняться в этом плане. Значит, есть предложение заняться анализом значения октября в узком смысле этого слова. Владимир Ильич употреблял такое понятие, многие помнят, значит, в том числе в работе «Детская болезнь ливизны», и при этом подчеркивал, что, значит, в узком смысле имеется в виду, что в смысле воздействия Великого Октября и его значимости для всех других революций, для всех других стран, именно обратить внимание на те особенности, которые имеют не чисто русское значение, а в той или иной степени они обязательны для всех, для всех стран, национальностей, обязательны для повторения или учета в той или иной степени. Значит, даже он подчеркивал неизбежность повторения того, что было у нас, в смысле международной значимости. То есть речь идет о теории, об обязательности вот этого повторения и о законах, и о закономерностях развития. Соответственно, о нарушении тех или иных законов и правил, которые привели к поражению, мы будем считать, временного социализма в нашей стране. В этом плане вот мы к вами без излишней гордости, но пойдем дальше, Владимир Ильича. Слава Богу, он не дожил до того момента, как мы с вами оплошали, но многое предвидел. И намного это сказать указывал и говорил, что никто не погубит, если сами коммунисты не ломают дров и не делают вот этих самых ошибок. Значит, я думаю, что вот сегодняшний анализ такой, он тем более актуален, потому как мы наблюдаем целый, значит, ряд явлений, которые требуют такого научного подхода и обмозгования, а не только эмоций. А именно, первое, это не все еще, даже революционные силы оправились от того поражения, которое потепет в социализм на территории Советского Союза и в соцлагере. Это раз. Второе. Кроме усиления реакции, в широком смысле этого слова, во всем мире, наблюдается укрепление правого уклона, то есть оппортунизма, в собственно коммунистическом движении. Мы с вами это прекрасно видим на территории России, в лице наших друзей, союзников из КПРФ. Аналогичные процессы проходят и в международном коммунистическом движении. Думаете, что это, так сказать, только наша новость? И наиболее таким, ну, ярким, что ли, представителем забегания вправо, значит, сегодня является так называемая евролевая партия. Соответственно, левые, евролевые отделения этих партий, или национальные левые партии в целом ряде стран, которые подчиняются конституции, ну, будущей конституции Евросоюза, этим законом участвуют в выборах в Европарламент. Характерным признаком является отказ от диктатуры, пролетариатус, у многих лимит на революцию, так же, как у наших кончился, и так далее, и тому подобное. То есть, вот это вторая такая составляющая – сильный правый уклон в коммунистическом движении. А многие уже только название коммунистическое оставили, а так вышли за рамки, по сути, являются уже не коммунистическими партиями. Третье, значит, на что бы хотел обратить внимание и, думаю, это нам подсказывает, это увлечение строителем так называемых национальных социализмов. И более всего, и чаще всего приходится слышать это социализм с китайской спецификой. А некоторые партии даже взяли его уже за такой образец, официально даже в программах затвердили. И у нас, или последние форумы КПРФ, да даже недавно прошедший съезд системы СКП и КПСС, там везде выглядело. О, в период кризиса, как раз, значит, Китай своими темпами, ростами показал, доказал, и поэтому мы, значит, считаем, что это, ну, почти образец с многоукладной экономикой, с руководящей ролью коммунистической партии, с теми темпами роста, которые они показали, при соблюдении определенных условий там, и пошло-поехало. Ну и, наконец, еще один фактор, который не касается, значит, уклона вправо, а наоборот лежит в области, значит, есть хороших, в общем-то, людей и симпатичных нам партий и фигур, это направление строительства социализма, как бы, 21 века. Социализма чаще мы слышим, или часто слышим, с латиноамериканской спецификой. То есть, это Венесуэла, Боливия, там, и целый ряд стран с соответствующими попытками какое-то сообщество там создать и прочее, прочее. Вроде бы, на первый взгляд, мы только радуемся и приветствуем, мы даже, условно, считаем их революционерами, но, значит, уже сегодня заметно, что часто за этими фразами, что социализм 21 века, соответствующая специфика, на второй план уходит, а иногда и забывается, отношение к социализму, как к науке, значит, не учитываются общие закономерности, и, так сказать, теория уходит куда-то в другую сторону. И, в общем-то, начинаются хорошие революционные действия с соответствующими благородными помыслами, но, исходя из так называемого здравого смысла, как сегодня чуется, да, как-то где-то рядом кто-то уже попробовал и прочее, прочее. Вот это все еще и еще раз должно нас, значит, настораживать и обращать к анализу завоевания октября, опыта революции, далее всех лет советской власти, с точки зрения того, что это все-таки наука и теория. Вот поэтому есть предложение на некоторых моментах остановиться, посмотреть и, соответственно, обсудить в нашем сегодняшнем занятии, что это, как и какие основные выводы мы должны из этого сделать. Вот первый, так сказать, вывод или факт, он, в общем-то, многими признан, и даже в докладе у Горбачева, если мы посмотрим, там, в 87-м году, там, в честь соответствующей годовщины революции, ну, зачитаешься, вообще аплодировать хочется, там, у него, мы холстали, все правильно, понимаешь? Можешь подумать, Казенов писал, тогда еще, кандидат наук, ну, вы, не глупее нас с вами, да? Да, да. Значит, прежде всего подчеркивается, что это первая революция, которая была научно предсказана, а далее, соответствующим образом, в соответствующей ситуации, которая в теории теперь называется революционной, подготовлена, спранирована и осуществлена под руководством партии большевиков, так? И тем самым, так сказать, была установлена первая устойчивость, скажем так, опыту парижской коммуны, власть диктатуры пролетариата. То есть, была подтверждена марксистско-ленинская, главное положение марксистско-ленинской теории, что пролетариат может прийти, значит, к власти только путем революции. Все другие пути и теории, которые так или иначе сводятся к медленному, постепенному движению к социализму, методам улучшения, реформирования социального, врастания, трансформации там и прочее, прочее, они так или иначе сводятся не просто к тому, что это не успех, там революции это не будет и к власти не придут, они так или иначе вырождаются в модели, которые укрепляют буржуазный строй. Они помогают ему так трансформироваться, чтобы, так сказать, быть замаскированным, наиболее изощренным, вроде как хорошим, красивым, но все равно капитализмом. Вот это первая такая, наверное, самополагающая мысль. Я хотел отметить для тех товарищей, которые, может быть, не участвовали, что основные положения вот эти, которые я постараюсь напомнить, они были нами разобраны в 97-м году, когда мы в Ленинграде отмечали 80-летие советской власти с приглашением, значит, многих зарубежных партий и вместе с ними выработав тогда и закрепив эти мислы в Октябрьской декларации. В сумме ее подписало около 40 коммунистических рабочих партий, имеется, но не только те, которые участвовали, но и которые потом присоединяли. Таким образом, вот первое подтверждение правоты теории. Второе. Октябрьская революция и опыт после Октябрьского социалистического вительства еще, еще, еще раз показал, что, значит, власть победившего народа или пролетариата, который в результате революции взял ее в свои руки, не может быть ничем иным, по своей сути, как диктатурой пролетариата. И не только диктатура пролетариата, потому что это многие признают, ну, как, вроде власть взяли, функции, они налицо. Надо подавить сопротивление, надо подавить военный мятеж, если он будет, надо экспоприировать крупную бургазию, надо, так сказать, надо, надо. То есть функция подавления, она несомненна, так, но Владимир Ильич подчеркивал и его поддальше показал, что эта власть диктатура пролетариата устанавливается не на какое-то короткое время, пока мы тут вот приведем в порядок, построим там собственный орган управления, то все, а на весь период до полного построения коммунистического общества, то есть до полного исчезновения класса. Это тот момент, который, значит, наиболее сложен может быть, наиболее разногласен для тех партий, которые, мы с теми членами, которые в РКРП, в рабочей российской партии, в программном плане его для себя отметили, записали, то именно уход с этих позиций КПСС в хрущевские времена, отказ от принципа диктатуры пролетариата, он затем имел пагубные последствия. Сегодня этот тезис почти откровенно признает КПРФ, я имею в виду отказ от диктатуры пролетариата. Один из лучших ее, кстати, деятелей, Иван Иванович Мельников, он в своем интервью на Радио Свобода высказался примерно так, что было время, когда партия исповедовала принцип диктатуры пролетариата, но потом, значит, на 20-м съезде партия, а затем на международном совещании коммунистических рабочих партий, мы, так сказать, от этого принципа отошли, стали по-современному, так сказать, его трактовать, поэтому, вот это поэтому у них выливается в такую уродливую формулировку, которая, значит, наиболее, что ли, симпатичная, которую я сумел у них найти, что партия борется за народовластие в форме парламентской республики советского типа. Вот, понимаешь, попробуй расшифровать, да, и так вот вообще разложить по полочкам, ну, почти вот для занятия, можно целое практическое занятие по этой формулировке проводить, разводить и так далее. Значит, поэтому вот это второй, значит, наверное, важнейшее положение, которое текает из уроков октября и которое следует разобрать более, так сказать, основательно. Еще стоит нашего безусловного внимания, это то, что революция доказала и последующая практика, что только под руководством партии, революционной партии нового типа, значит, пролетариат может на такие великие свершения вполне осознанно пойти и их осуществить. Значит, не может быть революционной, революционного движения без революционной партии, а, соответственно, без революционной теории. Ну, отсюда вытекает следующая, так сказать, наша с вами уже практическая задача, которую Владимир Ильич сказывал и, ну, же предсказывал, но ее прорисовывал как неизбежную для всех и как необходимую для борьбы, значит, противодействие правому уклону оппортунизму, я одновременно говорил, что и с левым уклоном, то есть, с левым ребячеством надо бороться, но при всем при этом, если, значит, мы помним, обычно, когда он говорил о левом уклоне, хотя он этому целую книжку, так сказать, посвятил, да, детская болезнь левизны в коммунизм, и все-таки слово левое он обычно брал в кавычки и специально указывал, что это гораздо более преодолимая болезнь, менее опасная, это болезнь роста. Очень часто этой болезнью болеют очень даже неплохие люди, даже если помните, у него пример есть, что пришлось нам исключить так называемых левых коммунистов за их упорное нежелание признать необходимость там заниматься и участвовать в выборах, за нежелание, хотя потом многие из них вернулись в партии, свои работы доказали, что они являются отличными еще революционерами тогда. Но главной опасностью и главным участком борьбы всегда был правый уклон. И если в сумме все там те места и те работы, которые Владимир Ильич посвятил борьбе с правым уклоном сложить вместе, это получится, так сказать, наверное, десятка-два, а может и больше детских болезней левизны и так далее. Подтверждение этой мысли, что правый уклон наиболее опасен, я думаю, является сам итог деятельности КПСС. Потому что, в общем-то, КПСС сгубил оппортунизм, сгубил плавый уклон, перерождение и взятый в конечном итоге, вот вдумайтесь, в конечном итоге, КПСС взяла курс на рынок, курс на строительство капитализма и вообще мечта Горбачева была, чтобы туда так с красным знаменем ехать, забегая вперед, скажу в некотором смысле, значит, то, что удалось Китаю, и удается сегодня Китаю сделать. Поэтому правый уклон, конечно, представляет наибольшую опасность. Сразу заметим, почему борьба с правым уклоном, она сложна в практическом исполнении. Опять же, можно обратиться к опыту Владимира Ильича, он нам об этом рассказывал, потому что оппортунизм поддерживается буржуазным режимом, то есть официальным правительством, и мы одновременно ведем войну и с правительством, и с оппортунизмом. Более того, буржуазия всегда поддерживала и всегда будет поддерживать ту оппортунистическую партию, которая по своей фразеологии, по своим названиям, программным каким-то установкам наиболее смахивает или похожа на настоящую юрисонную. Вот мы сегодня наблюдаем это, ну как вот, думаешь, Владимир Ильич, он где-то вот недавно, так сказать, в разливе там, или где-то нам что-то подсказывал, обрисовывал, как действуется. Значит, вся практическая деятельность той же КПРФ, она, так сказать, полностью укладывается вот в эту схему. Помощь в протаскивании этой конституции, лимит на революции, так сказать, закончился, вписывается в парламентскую систему, помогли преодолеть кризис 98-го года, участвуя в так называемом правительстве народного доверия. Значит, строят модели с определенными национальными уклонами типа русского социализма, от сегодняшних выборов до завтрашних, успешное вписывание в сегодняшнюю систему со ставкой на то, что ее надо реформировать, и если бы они были во главе, так сказать, вот этой всей политического построения, экономического уклада, тогда бы все шло совсем по-другому. Целая программа выхода из кризиса и помощи сегодняшней власти, все там есть, кроме одного. Нет там места классовой борьбе, нет места рабочему классу, нет места власти самих трудящихся и, соответственно, тому обществу, где владыкой мира становится труд, движение к бесклассовому обществу. Значит, еще очень важный момент, который, значит, ткает из уроков октября и последующего опыта строительства социализма, это вот ответ на вопрос, значит, слушай, а почему все-таки диктатура пролетариата должна быть на всем периоде строительства социалистического общества вплоть до полного коммунизма, значит, а не ограничивается каким-то более коротким периодом. Предположим, почему не прав там Никита Сергеевич Рущев и 20-й съезд, когда в свое время сказали стоп, вроде у нас, так сказать, антагонистические классы ликвидированы, сопротивление крупных величин подавлено, и теперь у нас общенародное государство, у нас то и все. Значит, советую с Владимиром Ильичем, да и с той практикой, анализирую, которая была после, ответ такой, потому что классовая борьба с победой революции и даже с продвижением по пути строительства социализма никуда не девается. Она приобретает новые формы, она неожиданно ей там встречает новые задачи, но она продолжается. И Владимир Ильич, значит, хотя нельзя сказать, что он дожил до так называемого развитого там социализма, это прекрасно предвидел и учил, и говорил, что сравнительно легкое дело и мало подавить сопротивление крупной реакции, значит, мало экспроприировать крупных собственников и отбить вооруженное там вторжение и сопротивление. В тысячи раз сложнее и труднее это преодолеть мелкобуржуазную стихию, преодолеть те мелкобуржуазные тенденции, привычки, значит, остатки старого, которые живут в самих народных массах, в самом рабочем классе, в самой партии коммунистей. Вот, значит, в общем-то наша практика и тот печальный опыт, который КПСС прошла, он только свидетельствует о том, что так оно и есть. Значит, те ставки, которые были сделаны, сказано, что все, у нас теперь, так сказать, анегистических классов нет, и поэтому мы на пути. Некоторые даже пробовали поставить вехи, что нынешнее поколение будет жить при, в соответствующем строе коммунистическом, оказались забеганием вперед и привели к пагубным последствиям. Хотя, так вот, на вскидку спросили, кто против того, чтобы жить при коммунизме. И в те времена все вроде, уже мы за. А нет, оказалось, что вот, значит, без борьбы, без соответствующей теории не получается. Очень важным моментом, причем моментом, который, наверное, кроме нас с вами, я имею ввиду российский рабочий класс и наши партии, и действительно коммунистов, которые стоят на ксадоксальных позициях, и некому, как следует заметить и подсказать, мировому коммунистическому жизни, является тот момент, что наиболее устойчивой формой реализации диктатуры пролетариата, формой адекватной сути диктатуры пролетариата, явились советы. Значит, несмотря на все заслуги исторические, там, парижской коммуны, и на сегодняшние, может быть, успехи Кубы Китая и так далее, все-таки 70 лет первого в мире государства, они относятся к заслугам Советов. И та форма, которую нашел русский пролетариат в борьбе, эта форма наиболее адекватная, как мы считаем, именно потому, что эта форма опирается на объективные вещи, просто, так сказать, на родовластие, вот как это чувствуется, просто на опыт там новгородского вещи или каких-то там общин, где собирались сообщать, что-то решали. Речь идет на объективную вещь. Объективная вещь – это организованность людей в процессе труда. Вот ее никуда не выкинешь, никуда не денешь, она всегда существует. И вот Советы строились именно по такому признаку. Когда первой ячейкой государственного строительства остановился коллектив фабрики, завода, колхоза. Вот этот момент, значит, я прямо скажу, в международном коммунистическом движении улавливают буквально считанные, так сказать, там, ну, редкие компарнии. Может быть, в какой-то мере, вот, в последнее время больше, к этому вопросу греческие товарищи, так сказать, подошли. А есть очень хорошие ребята, там, скажем, та же Максиско-Ленинская партия Германии. А за собой, значит, такие заслуги считает, как, например, они разглядели ревизионизм Хрущева, когда мы еще, так сказать, аплодировали, там, в 25-м съезду КПСС, в 23-м, там, и прочее, прочее. Но они ушли в сторону, но против этого надо бороться было, как Мао Цзэду. О, культурную революцию тут чиновников, так сказать, взяли за шиворот, призвали к ответу, все перетряхнули, по новой, так сказать, набрали кадры, и, пожалуйста, все наши, так сказать, разговоры с ними о том, что, слушай, ну, диктатуру пролетариата признаете на словах, в программе записали так же. А вот на вопрос, а как ее реализовывать? Ну, диктатуру пролетариата, а как? Ну, как? Ну, раз мы сказали, что мы ее признаем, мы ее и будем осуществлять, значит, на деле. То есть, все это все равно упирается в то, что признание диктатуры пролетариата, когда дело доходит до реализации, оно сводится к каким-то таким упрощенным моделям. Или диктатура вождя, или диктатура партии, так сказать, на определенном участке. Это, в общем-то, в практике может иметь положительное значение на каких-то этапах, потому что может осуществляться это. Но устойчивая такая модель быть не может на долгое время, что и показывает практика, в том числе у нас. И этот момент является таким сущностным, и он во многом отличает нас, я имею в виду представителей тех партий, которые здесь есть, значит, программного положения от других, потому что мы говорим, что, значит, так получилось, и мы оцениваем это как негативный момент, что в свое время при действии объективных многих обстоятельств, но в разрезе, в противоречии с действующей программой, второй программой РКП-Б, значит, был у нас осуществлен уход от принципов формирования советов, от ленинских принципов формирования советской власти, который поначалу не очень чувствовался, который поначалу, некоторые считают, даже имел плюсы, потому что тогда было соответствующее условие, потому что тогда Сталин был в расцвете силы, так сказать, партия была сплочена и осуществляла, но со временем, когда пришли уже другие деятели, которые уже марксистами по большому счету не были, и при соответствующем повороте событий, значит, развитии неклассовой другой демократии, в конечном счете это привело к тому, что советы превратились в парламенты, через эти парламенты прошла контрреволюция, и, в общем-то, то, что защищали, скажем, в 93-м году в Белом доме, это советами уже не являлось, хотя и говорили, что Верховный совет расстреляли из пушек, что мы, на самом деле, над этим Верховным советом уже был полосатый флаг, на самом деле, уже, так сказать, изменили конституцию, на самом деле, уже была совсем другая система и частная собственность, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому, вот этот момент о том, что именно советы истории являются наиболее устойчивой, наиболее адекватной формой реализации диктатуры пролетариата, этот урок является одним из важнейших, что ли. Одним из важнейших он является, в том числе, потому, что он имеет отношение не только к этапу строительства социализма и продвижения вперед, он имеет самое непосредственное отношение к сегодняшнему положению, к ответу на вопрос, что делать и как брать власть. Вот истории пока известен только один, так сказать, ход событий. Сначала в борьбе, экономической борьбе, которая приобретала политический характер и в связи с лозунгами, целями, и в связи с ее масштабами появились советы, затем появилась советская власть, затем советское государство, только потом советская конституция, только потом Советский Союз уже. Вот другого хода история не знает и вряд ли, так сказать, он может быть. Поэтому надежда на то, что сначала мы, так сказать, тут получим две трети голосов, 301 место в парламенте, затем дружно нажмем кнопки, затем одарим народ советской конституции, они, мы так считаем, относятся к области иллюзий, в лучшем случае, если хорошие люди, так сказать. А в худшем это увод людей в другую сторону, значит, ожидание от одних выборов до следующих, от следующих до самых настоящих, а потом, значит, борьба за честные, чтобы они были, иначе, так сказать, не получается, потом еще что-нибудь, так сказать, будет там, информации какие-то. Вот это тот момент, который один из наивознажнейших, так сказать. Этот вопрос уместно связывать, я так думаю, с теми действиями, которые осуществляют коммунисты других партий, в том числе в довольно благоприятных условиях других странах. А именно, вот возьмем Венесуэлу. Налицо революционный процесс, налицо энергичный, так сказать, симпатичный вождь Чавес. Значит, налицо антиимпериалистическая направленность, противостояние Соединенным Штатам Америки, и более того, координирующая роль в регионе, и даже в мире, когда левые силы вокруг этих товарищей сплачиваются. И в то же время, сказать, что это модель устойчивая, и что они будут поступательно двигаться и не споткнуться на этом пути, нельзя. У Лидового мы знаем, что есть определенный конфликт между коммунистами и тем же Чавесом. Значит, к слову Чавес, он довольно благоприятно отзывается об опыте троцкизма, и лично Льве Давыдовича. Значит, конфликт с коммунистами у них, значит, получился по поводу, что Чавес заявил, что он создает самую большую партию у себя. Как она там называется, кто точно напомнит. Партия с полистом КРУГА, КСЮВА. Да. В том числе он сходу предложил коммунистам, что давайте-ка входите. У меня партия будет 600 тысяч, поэтому он-то сказать, что вы тут самые небольшие партии загады. Надо сказать, в Компартии Венесуэла были значительные колебания по этому поводу. С нами в том числе он советовался. Я думаю, они пришли к правильному выводу, что если они растворятся в этом большом, широком, но в общем-то не очень теоретически обоснованном движении, то они сделают не только себе хуже, они для движения общего сделают хуже, потому что оставят его без теоретической составляющей научного коммуниста и без перспективы соответствия. Поэтому сотрудничать, пожалуйста, помогать, пожалуйста, поддерживать все прогрессивные начинания Чавеса, сколько они в большинстве таком надо, но при этом надо видеть дальше, надо иметь свою составляющую, и надо видеть главное, что пока Чавес, он, как бы сказать, пользуясь популярностью народных масс и верно выражая их чаяния, в общем-то ведь выигрывает и ведет на чисто парламентском поле. Самой вот основы власти с опорой на классы в ее состав населения или чего-то, вот такого механизма там же не создают и нету. Соответственно, а вдруг чего? Да, просто, так сказать, лидера устранят, и где эта устойчивость, где эта вот от ОРА. Еще более, может быть, интересным для нас с вами примером, опять же из этой области, является недавний успех и недавний неуспех тех же компартии, и мы тоже, скажите так, компартии Молдовы. Смотри, два срока, да? Два срока, президент-коммунист, партия власти, большинство в парламенте там ведется и так далее. Они наделали много хороших дел. Вот я допускаю, там не все так, как расписывают, но, наверное, и националистам там по зубам дали, и там пенсионеров подтянули, и русскоязычное население все там. Но вот эти два срока, считай, 8 лет, не были использованы, опять же, для того, чтобы создать вот эти точки опоры, социальный слой и организованность его, чтобы дальше можно было двигаться. Все опять же жаждилось на честных выборах, и на, так сказать, а-ля парламент. И сегодня приплыли к тому, что, похоже, богатились обратно. Президентский портфель уплыл, значит, надеются на следующие досрочные честные выборы. Как же? Держи карман шире. Не такие дураки, это самое. Если они власть захватили, чтобы им еще одну попытку дали двигаться. Некоторая и другая, что ли, постановка. Но, в общем-то, аналогичный вопрос стоит и перед Компартией Беларуси. Александр Григорьевич Лукашенко, наверное, хороший мужик, и дай бог ему там здоровья, и он наш, там, друг, товарищ и прочее. Но он ведь совсем не социализм строит. Сегодняшняя позиция Компартии Беларуси, и она свелась к тому, что мы президента поддерживаем. А как-то первый секретарь ЦК, там, Татьяна Голубева, там есть женщина такая, она проще сказала, а меня Лукашенко назначил, я тут, так сказать, поэтому авторитет, вы меня слушайте. В международном совещании, примерно, вот так, по этим делам. И своей программой у Компартии Беларуси, в том числе, программой подсказки Лукашенко, скажем так, да, в том числе, и какого-то его направления, в том числе, чтобы связывало и придавало народной, как они считают власти сейчас в Беларуси, классовый характер, значит, опору, пусть даже преимущество трудящимся слоям, этого пока ничего нет. А движение, честно говоря, оно двигается по пути, скажем так, цивилизованного рынка. Нет там такого разгула, как в России, приватизация по Чубайсу, но сама программа приватизации есть, действует, двигается. И капиталы частные увеличивают, увеличивают свою долю, в том числе, с проникновением российского. А в том числе, объективное обстоятельство, их и Евросоюзу туда подталкивает. Объективное, я имею в виду, взаимоотношения с Россией, и некоторые другие действия. Вот это все некоторые иллюстрации того тезиса, который мы с вами, значит, подчеркнули о необходимости существования и реализации диктатуры пролетариата на всем этапе строительства социализма. Еще один момент, который необходимо, так сказать, вспомнить, это то, что объективной основой, экономической, объективной основой развития, существования, функционирования и совершенствования советской власти, государства и общества, соответственно, может являться только общественная собственность, средства производства. В разных, так сказать, там, может быть, модификациях, вариантах, формах, но именно так. Для того, чтобы было не товарное производство и рынок, а постепенное преодоление товарных отношений и построение непосредственно общественного производства, нацеленного на выдачу на гора потребительных стоимость, то есть удовлетворение материальных и общественных запросов всего общества и всех слоев, всех членов, прящихся в первую очередь. Значит ли это, что вот мы, так сказать, как некоторые наши хорошие товарищи, скажем, из ВКПБ классической, не будущего, там, те уже в будущем, те, которые прошлого, так сказать, полнастоящего, и, что, идешь, никаких там этих самых частных секторов, никакой многоукладности, никакой там ни вправо, ни влево. Нет, это не значит. Более того, мы, так сказать, проходили, Владимир лично осуществил, что бывают моменты, когда приходится отступать, и партии должны вообще уметь отступать, причем, наверное, мы сейчас можем сказать, что отступать не только в период, когда они не у власти, а когда реакция там давит, или что, наверное, отступать надо уметь, и когда власть в твоих руках, но обстоятельства вынуждают, что-то делать. И пример НЭПа, это классический пример, который, значит, показывал, как партия отступает на одном участке, для того, чтобы накопить силы и сделать рывок где-то. Но при этом она отступала, и большевики прямо говорили, что мы отступаем, делаем шаг назад, мы идем на опасное, в общем-то, мероприятие, мы идем на обострение этих противоречий, вопрос стоит смертельно острый, или, или, или нас, так сказать, погубит нарождающийся элемент капитализма, который есть, или, так сказать, мы выставим, шли на это осознанно, при этом основные командные вершины диктатура пролетариата держала в своих руках, и, значит, будь здоров, как? Шли на союз с капиталом для того, чтобы победить мелкотоварную стихию, и создавались в те времена госснаб, госплан, гоэллорота, сказать, централизованные системы, и прочее, прочее. Сегодня имеет ли это значение? Конечно, имеет. по нескольким составляющим. Первое, это потому, что целое направление так называемого рыночного социализма со времен Михаила Сергеевича Горбачева и КПСС последних лет, оно никуда не делось, оно продолжает функционировать и существовать в виде нескольких течений, но прежде всего классическое КПРФ. Более того, заметьте, они очень не любят вспоминать, как казалось бы, не странно, времена 28-го съезда КПСС. Не любят. И наоборот, мы можем сказать, что не только Октябрьская революция была научно предсказана, в общем-то, научно был предсказан, в том числе, движением коммунистической инициативы и контрреволюционных переворотов. Потому что после того, как на 28-м съезде партии был взят курс на рынок, то есть на капитализм, было понятно, что это дело приведет не к расцвету производительных сил, благосостоянию народа, дружбе, так сказать, народов разных национальностей и так далее, а наоборот, приведет к упадку, к обострению противоречий и сама КПСС даже предсказывался этого удара не выдержит, потому что не может партия называться коммунистической, если она ведет капитализм. Вот это первое составляющее, что сегодня ее так или иначе исповедуют, продолжают те самые люди, которые голосовали на 28-м съезде за резолюцию курс на рынок. Они признают, что Горбачев подлец, они признают, что там переродилась верхушка, они много других слов скажут про то, что не так, не туда, не те, чубайс, прихватизация, растащили там, еще где-то чего-то, но главного, сущностного, они не затрагивают осуществление самого курса. Но еще, наверное, большее значение это приобретает в связи с теми моделями, которые осуществляются в ряде стран, считающихся социалистическим, в том числе в Китае. Мы уже касались этой темы, говорили, что ряд партий, в том числе КПРФ, откровенно сказали, что вот пример, вот практика доказала кризис, последних лет доказал, что эта модель правильная. Во всем мире, смотри-ка, падок, там потеряли, здесь потеряли, Россия, рекордсмен, у нас там до 16% падение производства по высокотехнологическим отраслям еще больше, а в Китае рост, смотри, он замедлился, на рост, сколько там, 6, с какими-то десятами процентов, или его в Вьетнаме, смотри-ка, там это как-то, и что? И вот здесь бы хотелось бы отчего сказать, что это такой действительно сложнейший момент. Давно вот у нас тут возникла дискуссия с рядом комсомольских товарищей, которые прочитали статью в Трудовой России о том, что Китай отметил 60-летие, и что, смотри-ка, по сравнению с Америкой, там, капиталистическим силам, показатели и как они держатся, но при этом была редакционная врезка, что при всем при этом, мы обращаем внимание на то, что Компартия Китая осуществляет этот курс, не говорит, что это отступление назад, и что это они отлично понимают, смертельно опасно. И в этом ее отличие все от того же курса, который осуществляли большевики Владимир Ильич в начале прошлого века. Значит, поэтому дискуссия у нас с молодежью, кстати, возникла вокруг того, что вы недостаточно резко и недостаточно определенно критикнули тех же Китая и до этого так. Я отвечал примерно так и думаю, это правильно, что, во-первых, статья все-таки была посвящена 60-летию, вроде в день рождения, особенно их там. А с другой стороны, с теоретической точки зрения, какой еще может быть больший что ли укол теоретический, чем указание людям, считающих себя коммунистами, что, ребята, вы направление потеряли, вы заблудились, вы, честно говоря, в темноте и не в ту сторону, может быть, движетесь. Ну, а дальше подкреплением, что ли, тезиса опасности вот этого дела, оно подтверждается теми сложностями, которые имеются в Китае в виде гигантского социального расслоения, выступлений рабочих коллективов, в том числе забастовки, волнения, вплоть до убийства администрации на некоторых заводах. Но больше все-таки должно заботить даже не это. Вот это могло бы быть и если бы они понимали, осуществляли действительно Ленинские, там, Неполи примерно исходили. Но если бы это было так, если бы они понимали, что это отступление и прочее, наверное, было бы другое отношение к партийному строительству. Они недавно приняли изменение в устав, в котором предприниматели в партию «пожалуйста, это наша социальная опора наравне ссы» и пошло-поехало. Это первое. Второе. Если бы это было коммунистически осознанно, наверное, совсем по-другому бы Компартия относилась и борьбе рабочего класса действительно. Прежде всего на капиталистических предприятиях, потому что они же понимают, что они в свою экономику капиталистов допустили. Поэтому они бы свой рабочий класс поддерживали и помогали бы организоваться в этой борьбе. Но при всем при этом, конечно, мы должны учитывать, я думаю, что мы не должны допустить вот такого собственного чванства легко судя. Потому что решают они задачу организовать, накормить полтора миллиарда населения. Это одна четверть земного шара сразу здесь. Если там, так сказать, рванет, мало не покажется в всех этих делах. Но в международном коммунистическом движении не мы едино критически относимся к тому, чего сейчас осуществляется в Китае. В том числе греческие товарищи на своем последнем съезде и на тех документах, которые в них называются тезисы о социализме, в общем-то впервые открыто сказали, что Компартия Китая стоит на капитализме. Более художественно может быть выразился один сирийский товарищ, там есть такой грамотный экономист, Тамар Багдаш, который многократно бывал в Китае, он сказался так, что в Китае коммунизм в основном остался для внутреннего потребления, то есть для управления народом. лозунги, тезисы, трудовой энтузиазм, фильмы даже очень хорошие снимают, как закалялась сталь многосерийная, но по сути дела большую тревогу у нас вызывает ход развития этих событий, хотя наверное мы так желаем и думаем, что может быть у них еще есть возможность, может быть произойдет переворот или осознание скажем так для того чтобы пока ситуация сложная пока они сделали из событий в СССР и из печальной судьбы КПСС только один правильный вывод они сопли не жевали как там некоторые когда либеральная демократия с западным управлением попробовала там сходу поднять какой-то ну тогда еще не было понятия цветных революций но соответствующую будь что они нискорь не сомневались заботясь о заботах и о судьбе своих десятков и сотен миллионов граждан ведь приняли соответствующие действия и наверное сделали это во многом правильном так уважаемый товарищ у меня значит есть много недостатков но есть один плюс когда есть необходимость закругляться я так сказать послушно к этому двигаю поэтому несколько значит под конец хотел значит вот подводя черту мы все-таки всегда возвращаемся к классическому вопросу что делать ну что делать вроде мы знаем проанализировали отметили так сказать вот первое Владимир Владимир Ильич говорил что в период такого наступления реакции очень важно не допускать разброда шатани и сохранить ортодоксальный характер революционный характер партии движения это то чего мы с вами делаем в большой степени то что диктует значит другие нам ходы в том числе объединение действительно ортодоксальных марсийских сил отпор оппортунизму который поддерживается фактически правительством и двигается так и прочее прочее значит и в этом плане опять же есть интересные наблюдения вот заметьте даже тот проект который превозносился и многие из нас за ним следили и с зеленой понятной долей симпатии переживали за тех людей проект имя Россия которые представляли Ленина и Сталина а вот так вот когда со стороны посмотришь не со стороны а никнешь и проанализируешь вот Ленина представлял человеку которого лимит на революции закончился и Ленина и Сталина представляли кем угодно и гениями и умницами и менеджерами гениальными и полководцами и хозяйственной строительной кем угодно только не марксистами это все укладывается в ту кону что нельзя нам потерять научных ориентиров и без теории это нам смерть ну а в организационном плане значит это та тема которая является предметом большинства занятий нашего университета выражаясь научным языком манифеста от организации пролетариатов класса и освоения всеми формами борьбы классовой начиная с той которая рождает сама жизнь экономическая борьба значит без освоения которой ну нелепо ставить вопросы о таких вершинах как взятие политической власти и прочее а мы так сказать этими вопросами будем упорно и целенаправленно заниматься в нашем университете под руководством мудрого ректора и профессорско-преподавательского состава так дай бог будет так сказать время когда мы будем собственные ошибки практической работы разбирать пока у нас еще опыта не так много ошибок нет не успели меньше всего ошибок унина Александра так высказался мне один турецкий товарищ съездил к ней вернулся грустный грустный я говорю что такое грустный я что-то не понял что это за партия которая на кухне пишет резолюции больше ничем так у меня все уважаемые товарищи прошу прощения к вопросу на это переходим пожалуйста Пикер Акаевич в 2017 году рабочий класс в России совершил большое дело в общем-то и не секрет что нынешний рабочий класс нынешней России от этих задач далек пока вот чего было тогда у рабочего класса России и чего у него нет сейчас значит в 2017 году значит рабочий класс России имел опыт борьбы гораздо больше чем на сегодняшний день значит даже если вспомнить 905 год и Ивановознесенскую стачку которая дай бог память 70 дней 9 по-моему дней продержалась то есть считай как парижская коммуна парижская коммуна 72 больше я к тому что если посмотреть в суммарном количестве историки оценивают в этом боевом действии участвовало порядка 70 с лишним тысяч человек ну тогда губернии были объединены дай бог там Владимирская входила часть еще какие-то но я к чему мы сейчас с вами по всей России не сможем набрать для организованного действия еще там этой самой десятой части того что там было я уже не говорю что и влияние партии значит 600 чем-то большевиков было да тогда в этом деле но зато все были сосредоточены по фабрикам по заводам по соответствующим прочим к 17 году состояние было еще так сказать крепче с учетом того опыта был которые структуры были прочее прочее пока мы на это а не тянем ибо даже психологически пока мы еще перелом не смогли осуществить потому что к сожалению не все во многом отпечаток что ли существования рабочего класса в советские времена когда не боролись за права а боролись за осуществление тех гарантий которые конституция давала дайте путевку положено или квартира я в очереди стою мне тут это самое материальная помощь место в пианиолагере детском нет пока бороться только-только еще начинают учиться люди но лиха беда начала и в такие моменты бывает что развитие начинает по очень кривым траекториям набирать сил достаточно вспомнить что за несколько недель до февральской революции Владимир Ильич выступая перед какими-то студентами швейцарскими говорил что мы старики может быть и не доживем до революции но вы-то уж молодежь тогда Владимир Ильич был моложе меня дожил может быть и нам еще удастся у меня практический вопрос 7 ноября какие у нас будут мероприятия могут участвовать товарищи на улице значит 7 ноября известна абсолютно точно что будет митинг и идет перетягивание Канада по демонстрации в отличие скажем от Москвы у нас есть договоренность что вроде все силы идут вместе РФ РКРП рабочая партия и примыкающие к нам отряды и даже классовые профсоюзы но на первоначальные заявки с демонстрацией по Невскому проспекту благо это выходной день получен отлуп значит поданы новые заявки и идут нам переговоры нас пытаются загнать к авроре как я понимаю Олег Николаевич сегодня еще в Смольный ходил может что-то более определенно скажет конечно очень бы хотелось пободаться и вот на наш вкус мы бы наверное даже рекомендовали бы и хотели бы значит наплевать на запрет и пойти сбор в БКЗ а дальше как будет нас этим самым повертиться Матвиенко сластяк здесь к сожалению без соответствующей позиции товарища из КПРФ вот самим принимать такое решение наверное не очень правильно потому что раздробят силы разойдутся по углам и прочим вот если есть что-то новое Олег Николаевич да вот это как раз то случая когда пришлось отступить где будет шествие оно будет проходить вот выход все в этом месте наверное где-то с 11 начнется шествие и зайдем к официально время сбора операции не ставило не ставил комитет по безопасности в этом случае на данный момент ситуация готовьтесь товарищи пожалуйста наша работа практича площадь с сельным шагом каким шагом надо идти и поэтому мы идем с сельным начиная маневры не менее продвигаемся к своей цели он хочет от улицы лебедя или от площади лебедя он хочет сказать что обычный уход есть такой прежде чем революционные массы с нашими лучшими матросами высыпали на дворцовую площадь все таки баковое орудие было развернуто в нужном направлении и сделало выстрел так что давайте пока тренироваться с принятием конституции 36 года но мы подчеркиваем что это не значит что одномоментно произошло утери утраты и так далее долгое время советы и власть в целом они сохраняют ту инерцию которая была в той степени в котором партия выражала интересы рабочего класса они осуществляли прогрессивную роль и трудовые коллективы выдвигали людей как вы помните еще так сказать и при нашей памяти при этой и так далее ну а давай 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 выказали в лице кода потеряв механизм отзыва я думаю что лучше меня критиковать за то что я сказал я много чего не сказал еще казенов виноват он тут мне на часы показывал я бы много еще умных вещей мог вспомнить я бы китайцам рекомендовал рекомендовал бы и китайцам и чавесу белоруссия не могу рекомендовать потому что лукашенко себя коммунистом не называет а вот эти ребята они себя называют коммунистами там революционерами и прочее поэтому китайцам возвращаться не от как бы сказать соображение здравого смысла Дэн Сяопина к теории все-таки к этой и не то что ребята вы прекращаете тот курс бросаете свой план какой там у них план сейчас действует народного хозяйства и прочее прочее а смотрите прежде всего за политической системой собственной приглядите сюда как она здесь складывается эта ситуация а вот с чавесом я бы хотел сказать что мне довелось беседовать ну не то что один на один там вот я с чавесом аудитория была там человек семьдесят в думе когда депутатом был чавес выступает и была возможность задать пять вопросов вот один вопрос благодаря личному знакомству с Грызловым так сказать я задал Ганов Жириновский Бабурин от Единой России кто-то и вот пятый вот я его спросил значит уважаемый товарищ чавес мы знаем что вы создаете самую крупную партию аж 600 тысяч мы знаем что вы изучаете внимательно опыт там прежде всего кубинской революции еще раз крупная партия это еще не гарантия того что успеха история знает партии покрупнее и так сказать которыми путь был пройден немалый в области строительства социализма они продвинулись гораздо дальше чем венесуэла вы пока находитесь на этапе там противостояния империализму скажем так так вот это не гарантия успеха поэтому какие ориентиры в области программного строительства вы имеете кроме изучения кубинского опыта и соответственно на какие теории учения опираетесь ну надо сказать что он полемиста хороший и грамотный и кругозор у него неплохой но ответ он примерно я понимаю ваш намек и на что вы так сказать и мы озабочены мы не просто собираем 600 тысяч мы понимаем что это должны люди быть которые сплочены идеей поэтому мы за этим делом следим и прочее и мы изучаем теории наших предшественников поэтому а вот дальше у него построения были весьма такие ну была полемника можно было поспорить что Макс с Энгельсом они создали теорию которая для западной Европы конца там 19 века начала 20 была справедлива а Ленин значит он ее переначал под российские условия начала века и с учетом азиатской специфики а Мао Цзэдун вот тот он для такого огромного как Китай и прочее а вот мы строим социализм наш собственный латиноамериканский значит отличительными моментами нашими являются 1-2-3 в том числе значит антиамериканизм в том числе опора на прогрессивных священников христианских в том числе на самые бедные христианские массы то есть в общем-то у него да вот что или мысли о том что есть все-таки общие закономерности которые никуда не делись и со времен Маркса и Ленина вот этого не просквозил у него просквозил такой здоровый прагматизм что мы вот наблюдаем тут как значит ветер дует и нам паруса развернем как надо так сказать и будем так сказать ход не терять и двигаться вот это о чем идет речь поэтому слушай то ведь сказать что он должен это нет рекомендация прежде всего венесуэльским коммунистам что они правильно сделали и должны действовать в той ситуации в том числе Чавиша подсказывать под Чавиша сложная фигура в принципе в принципе вот я так думаю что это все-таки человек который во многом видит себя в революции он так сказать в лучах народного доверия и славы в общем-то купается причем он искренне он сказал так что когда я вышел из тюрьмы а его в тюрьму посадили когда уже избрали президента я говорит в тюрьму попал я еще не был революционером когда я из тюрьмы вышел и увидел вот эти миллионы людей которые вышли на улице меня встречают вот тогда я понял что я не могу не только обмануть их доверие что я еще должен так сказать и оправдать их ожидания с точки зрения лучшей жизни или чего-то тогда и в этом он искренний он наверное на смерть пойдет если надо будет вот на глазах у народа на этих массах но это совсем не значит что он теоретически является понимающим действительной там основой класса устройства общей закономерности мы с вами по моему конспекту 10 перечислили а их гораздо больше в общем давайте вот вопросы еще Павел так я у меня такой вопрос что вы знаете можно расценивать берега и не дает объебраться то что было плохо значит полподом заниматься не будем просто потому что я специально не изучал скажем эту тему но наверное мы все не поддерживаем лозунги некоторых групп в том числе маиски что это прогрессивный путь и там герои полпотовцы там и прочее а с точки зрения вот этих стран которые нам симпатичны которые мы считаем что там осуществляется социалистическое строительство я имею прежде всего Кубу и Северную Корею и прочее прочее вот общим словом я про себя говорю что мое мнение что с точки зрения работы над теорией они не учитывают вот эти наши ошибки они ослабили внимание к общим законам и закономерностям революции и социалистического строительства как науки Корея это дело значит приобрело один оттенок в силу условий в которые они попали да и конечно особого восторга не вызывает когда батька умер сын сын еще жив во что верховный руководитель уже следующего назначил так но меня больше другое волнует я в Корее был несколько раз меня больше волнует то что у них проявляются те черты которые были предвестником нашего разложения появились валютные магазины появились соответствующие чеки которые являются денежными знаками дающими возможность приобрести лучше больше так далее появилось расслоение которое там налицо этих людей это при всем при том что там очень очень много сделано для трудящегося народа особенно для детей там эти дворцы пионеров школы там секции библиотеки поражает просто еще вот такой простой пример и будь на 90-х годах те люди которые работали в корейском посольстве в москве они нам я на задачи ставили просить то надо было ночные прицелы достать то то сказать скорой помощи из горьковского автозавода на базе уазов то организовать им знакомство с цкб значит северная верфь посмотреть там фрегаты эсминцы строятся как чего то беременных раков надо было с икрой имеется ввиду они так переводили для озероведни то еще что-то то есть они все время были в поисках чего-то полезного для своей страны надо и которые сегодня по-моему только старт пресс что-то продают что-то перепродают что-то предлагают обменять поэтому не является положение там блестящим с нашей точки зрения хотя мы желаем успеха поблагодарим Виктора Аркадьевича успехов нам всем объявление значит следующее занятие университета работчика из планеты 12 ноября через неделю через две недели еще минуточку полминутки потерпите с учетом актуальности вопросов возникающих дискуссий тема занятия будет посвящена производительному и непроизводительному груду кроме того вот есть здесь брошюра актуальные проблемы государственной регулировки экономики я прошу желающим сейчас поизучать и если получится у нас будет придет семинар в том числе я добавлю в этом значит большая просьба проинформировать товарищи из РКРП которые участвовали на определенном этапе в дискуссии создается ли прибавочная стоимость проинформировать что именно на этом занятии проведем разбор ситуации на более актуальный вопрос Виктор все спасибо так всех с днем рождения комсомола кто помнит и имеет отношение есть повод отличиться газета 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 газета